В канун 9 мая в гимназии номер 22 города Басарабяска по многолетней традиции прошел праздник, посвященный Дню Победы. В его проведении приняли участие ребята с 5 по 9 класс. Они читали произведения о войне и исполняли песни военных и послевоенных лет. А может не было войны и людям все это приснилось. Опустошенные земля, расстрелы, иконцы лагеря, хатыни и братские могилы. А может не было войны и у станков не спали дети, и бабы бегут в деревнях, не задыхались на боях, ложась плечом на стыльный ветер. А может не было войны и шмайсер, детская игрушка, дневник, залитый кровью ран, был не написан раной страны. Берлин не слышал грома пушек. А может не было войны и Минфио себе придумал, но почему же старики так плачут в мае от тоски? Однажды ночью я подумал, а может не было войны и людям все это приснилось. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны. Чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. По словам школьников, участвовать в праздниках, посвященных Великой Отечественной войне, их долг перед ветеранами. В этом празднике мы должны участвовать, потому что за нас пали, за нас умирали, мы должны их помнить. Когда я увидела, что наш весь класс принимает участие, были только стихи, я предложила, чтобы в программе была и песня. А когда ты исполняешь песни о войне, что ты чувствуешь? Я сразу перед собой представляю все картинки, как это все было. И на самом деле очень тяжело смотреть какие-то моменты, как проходила по-настоящему война. Когда ты читаешь стихи о войне, что ты чувствуешь? Есть какая-то разница между другими стихотворениями и этим? Когда читаешь стихи, ты должен быть какие-то эмоции такого, что ты помнишь этих людей, помнишь, как это все было. В зрительном зале собрались учащиеся гимназии, педагоги и родители. Все выступления ребят им очень понравились. Мне все ребята очень сильно понравились, как они выступали. Очень понравился. Но больше всего мне понравилась Алина Кожакар, как она спела песню про войну. Как говорят гимназисты, канун Дня Победы в школе им часто рассказывают о Великой Отечественной войне. Мы на уроках истории. Нам учитель всегда, особенно перед 9 мая, он нам говорил. И мы проходили эту тему. И мы знаем, что не американцы выиграли, а русские. Это действительно были русские. И то, что она была 1945 года, 1941 года. Все наши прадедушки и прабабушки некоторые служили, лечили. Завоевали нам победу. Я знаю то, что пали очень много, десятки миллионов человек, мирных жителей, детей, стариков и женщин. То, что еще блокада Ленинграда длилась 900 дней и ночей. 9 мая – это праздник, это наша память. Она длилась 4 года. Началась в 1941 году, а закончилась в 1945 году. А почему мы должны помнить о том, что была Великая Отечественная война? Потому что люди за нас умирали, чтобы воевали, чтобы мы жили мирно. Цель данного мероприятия состояла в том, чтобы развить в детях чувство патриотизма. Очень важно знать, что сегодня мы живем в мире и согласие. Но было время, когда кто-то боролся за то, чтобы у нас был мир и спокойные дни. Мы не знаем, что такое голод и война. И благодарим за это наших ветеранов, которые сражались изо всех сил, чтобы обеспечить нам красивое и счастливое будущее. После праздника учащиеся гимназии номер 22 возложили цветы к мемориалу воинам 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, освободившим станцию Бессарабская.